Очередное заседание Координационного совета общественных организаций Ленинского района собрало десятки инициативных людей. На повестке дня стояло несколько тем, которые отложили на вторую часть встречи. А в первой дали слово главе района. У членов совета накопилось много вопросов коллегу Хромову. Так, например, ветеранов волновал вопрос установки памятника погибшим жителям деревни Жуково. Они даже уже определились с местом Жуковский проезд. Глава пообещал заняться этой темой лично. А председатель общества инвалидов поинтересовалась о ремонте их помещения. У нас делался ремонт более 15 лет назад. Умете в виду в офисе? Да, общество инвалидов. И поэтому, Олег Владимирович, можно ли нам рассчитывать хотя бы на какой-то косметический ремонт, чтобы было более-менее зайти в организацию? Нужно сначала обсчитать, потом заложить соответствующие денежные средства и сделать. Можно. Давайте я тогда дам поручение. Первое. Давайте я пришлю сметчиков. Обсчитают. Поймут, что необходимо отремонтировать. Мы все это обсчитаем. Я думаю, что заложим бюджет и сделаем. Руководитель Ленинской районно-общественной организации инвалидов-диабетиков обратилась к коллегам с инициативой проведения благотворительной акции «Щедрый вторник», которая второй год подряд 29 ноября проходит в нашей стране. Елена Воробьева предложила организовать в этот день различные благотворительные мероприятия, привлечь волонтеров и школьников. Цель – это поделиться частичкой добра с другими людьми, которым этого добра не хватает. Собственно говоря, под этим девизом пройдет «Щедрый вторник». Не обошлось и без сюрпризов. Глава района поздравил с прошедшим юбилеем 90-летнюю представительницу Координационного совета, председателя общественной организации «Жертв политических репрессий» Галину Ивановну Юдаеву. Я вас благодарю за работу. Стримите, пожалуйста, букет цветов. Ну а после собравшиеся обсудили еще несколько организационных вопросов. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.